Я сейчас буду говорить минут сорок, и я буду говорить сначала об одном, потом о другом, потом о третьем. Я сначала скажу стандартное вступительное слово, потом расскажу про две новые фишки, которые мы сегодня внедряем, и потом расскажу, собственно, стартовый доклад про тему, лему и метод. Вот, вступительное слово, часть первая. Оно тоже из нескольких частей. Что у нас сегодня? Вся наша сегодняшняя встреча посвящена культуре коммуникации, хотя посреди встречи будет немного интерлюдия про математику. Но в основном мы говорим про культуру коммуникации, и так получается, что культура коммуникации, она тоже про рациональность, про то, насколько может хорошо все взаимодействуем друг с другом, чтобы получать хороший результат, да. Рациональность, она про то, чтобы добиваться более хороших результатов, оптимальных результатов, а коммуникация про то, чтобы это же делать в группах. Поэтому у меня в следующем слое будет небольшой разговор про это, а потом Дима расскажет про задачу разборчивания невесте, она в секретаре проблем, и потом Денис, и немножко я, Денис, покажись, где Денис? Вот, проведет двухчасовой, я даже не знаю, как это сказать, наверное, маленький воркшоп про nonviolent communication, ненасильственную коммуникацию. Потом, как обычно, рефлексия, потом автоплати, фэлсимания с Сашей и сурнешкой иглевой тематуры. Кто сегодня первый раз, мне надо было спросить. Ну, здесь именно, в черге. Нет, вообще на рисунке. А вообще на рисунке. Кто-то не понимает, что происходит. Ок. Я рассказываю в первую очередь для вас, потому что всем остальным, наверное, известно все, что это. Те, кто первый раз, не стесняйтесь задавать вопросы. То есть, встреча делится на основной части, на автоплати. В основной части у нас два перерыва, маленький, после того, как я закончил говорить, и большой перерыв на пиццу. Про пиццу. Мы традиционно заказываем пиццу, и на пиццу скидываются все, кто хочет есть пиццу. Это был не вопрос, это был утро, взяли. Если вы хотите пиццу, то... Это, кстати, хорошо. Наверное, прямо сейчас, к сожалению, вам надо... Сейчас будет немного хаоса. Вам надо встать с места и положить деньги на, например, вот этот вот стол. 200 рублей покупают примерно 3 кусочка. Те, кто хочет пиццу, ну, у вас, наверное, есть приезжающие несколько минут, пока я это говорю, подумайте, хотите ли вы ей положить на пиццу деньги. Кто будет заказывать пиццу? Саша, сможете? Успеет, кто был в прошлый раз? В прошлый раз я нарканзану. Воркты? Встречения на данном списке у нас было... А, нет, я сейчас расскажу. Да, наверное, мне это надо рассказать одновременно. Мы с вами находимся в антикафе, который мы открыли в первую очередь специально для лизжонга, я и пион, который в конструкции в соседней комнате. И в обычные дни антикафе работает в режиме стандарта для антикафе 2 рубля за минуту, а в дни лизжонга, поскольку мы перевезли сюда сообщество, которое раньше ничего за эти встречи не платило, это вроде бы правильно. То есть, наоборот, невравильно было составлять вас платить за эти встречи деньги. То сегодня мы работаем в режиме платить сколько хотите, но там на стойке администратора есть коробочка, и вы, уходя, можете получить туда какое-то количество денег. При этом, ну, независимо от того, сколько вы туда положите, вы можете брать печеньки, вы можете наливать с печей, вы можете наливать себе кофе. При этом, про деньги я сейчас скажу... Вот, на камеру. А, буду выключить. Потому что мы уже работаем две недели.